поехали наша задача сейчас обсудить органические вещества это я буду каляки-маляки рисовать это жиры это белки и углеводы начнем с углеводов что важно просто если вы будете знать основные группы и основные названия жиров, белков и углеводов от вас не хотят выйти на сверхъестественные естественных вещей и чуть-чуть совсем чуть-чуть у них если вы будете знать все у вас вообще все будет получаться так ладно давайте начнем с углеводов вот буковку у пишу значит углеводы бывают моносахариды для того чтобы запомнить моносахариды это пишем глюк галактики в фрукте и это будет расшифровываться как глюкоза галактоза и фруктоза все эти штуки глюкоза галактоза и фруктоза они c6 H12O6 но немножечко структурная формула отличается также вы помните что есть днк в днк содержится дезоксин рибоза а в рнк содержится просто рибоза они отличаются на один атом кислорода как бы в дезоксирибоз его нет а в рибозе он есть один единственный атом кислорода и поэтому днк это дезоксирибонуклеиновая кислота то есть нк это нуклеиновые кислоты д это дезоксирибонуклеиновая кислота а рибоза это либо нуклеиновая кислота понятно да вот это моносахариды все обсудили теперь обсуждаем дисахариды дисахариды здесь вот где это 2 сахара сахариды и сахара и теперь мало локать ну да я знаю это все странно но давайте расшифровать два сахара мало локать дисахариды это что дисахариды да что они состоят из двух моносахаридов это сахароза это мальтоза и это лактоза кстати помните есть такой фермент мальтаза допустим мальтаза она расщепляет мальтозу то есть она будет расщеплять дисахариды что делает мальтаза например вот у нас дисахарид мальтаза будет разрезать и будут получаться моносахариды вот это плюс вот это все ясно то есть дисахариды состоят из двух молекул моносахаридов есть еще термин олиго олиго это значит до десяти к примеру если мы возьмем молекулу крахмала разветвленную большую молекулу крахмала сейчас обсудим полисахарид к примеру вот это полисахарид крахмал и его к примеру амилаза амилаза вот как ножницами порезала на кусочки и получились кусочки разные давайте так вот такой кусочек получился вот такой кусочек получился а могут кусочки получиться и побольше 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть это до десяти здесь 3 1 2 3 то есть это не дисахарид это 3 сахарид да вот все это месиво которое получается оно как бы вот что крахмал крахмал амилаза порезала крахмал на олиго сахариды олиго сахариды что такое олиго сахариды если понятно тыкните плюс что допустим теперь вопрос почему мальтоза расщепляется мальтазой а крахмал амилаза потому что крахмал это смесь из разных амилоз амилоза амилоза то есть крахмал это крахмал это амилоза то есть в школе это особо не используется термин амилоза но амилозы бывают разные то есть крахмал это смесь различных амилоз ясно поэтому амилоза расщепляют амилозу они бывают разные и смесь этих амилоз это крахмал тоже тыкните плюсик если тут понятно что вот все логично оказывается так теперь полисахариды что надо знать про полисахариды полисахариды грибы растения живот царство напомним клеточная стенка и запасной углевод опять же это ключик на котором вы будете выезжать клеточная стенка у грибов состоит из хитина то есть хитин это полисахарид из которого состоит клеточная стенка грибов так и вы часто края мука на зоологии слышали что у всех членистоногих там раки пауки насекомые они членистоногие у них хитинизированный экзоскелет так вот экзоскелет это не клеточная стенка понятно экзоскелет еще раз экзоскелет это не клеточная стенка клеточная стенка исхитина только у грибов у растений она из крахмала ой крахмала из целлюлозы целлюлоза а у животных ее нет но на поверхности на поверхности есть гликокаликс гликокаликс это олигосахариды рецепторы гликокаликс это вот такие олигосахариды которые выполняют рецепторную функцию то есть клеточной стенки нет у животных теперь запасной углевод у грибов это гликоген у растений крахмал и у животных гликоген вот это то что вам надо помнить про полисахариды так реалистично углеводы углеводы вроде как много но в то же время не так и много реалистично запомнить плюсики потыкайте если вы зададите с целью допустим 3-5 раз написать вот все это по памяти и каждый раз что-то дописывать ну то есть если вы по памяти будете писать всю эту схему вы ее с первого раза не напишите идеально но со второго вы напишите ее лучше с третьего еще лучше и давайте так просто знаете что все самое лучшее обучение которое вообще существует на планете оно завязано на всяких схемках и ваша задача эти схемки рисовать и по памяти рисовать и с каждым разом у вас эти схемки будут рисоваться все лучше и лучше все то есть все самое лучшее обучение оно стоит на этих принципах есть схемка ее надо рисовать и каждый раз вы будете ее рисовать все лучше и лучше ну по-другому никак так теперь жюри давайте обсудим оляки-маяки жиры они же липиды липи ды здесь нужно просто запомнить группы жиров первые липи ды это обычные жиры да вот жиры которые состоят из глицерина и жирных кислот глицерин это трехатомный спирт к этому к каждой спиртовой группе каждая спиртовая группа взаимодействует жирной кислотой образуя эфирную связь и вот этот триглицерин если у вас нет трехатомный спирт а одно атомный спирт ну допустим этанол да или метанол одноатомный спирт и он реагирует с жирной кислотой одно единственное может прореагировать у вас получится воск все ясно а если у вас допустим тот же глицерин глицерин но у вас две жирные кислоты и одна кислота фосфорная то это фосфолипид из фосфолипидов состоятся стоплазматические мембраны так а если у вас есть молекула холестерина холестерин и производные холестерина допустим витамин D альдостерон альдостерон кортизол тестостерон эстроген прогестерон добавим прогестерон это гормон который синтезируется желтым телом или во время беременности и дает понимание организму что он беременный типа не нужно запускать следующий цикл потому что ты беременный беременная вот вот эти вот все холестерин все что я тут перечислил да это называется стероиды стероиды группа такая вот смотрите группа 3 глицериды 1 2 фосфолипиды 3 стероиды 4 ну и теперь есть такие вещества как допустим эфирные масла тот же кварофил витамин А Е каротиноиды что это вообще за фигня такая они растворяются в жирах они сами типа как жиры а что это вообще такое в какую букву они относятся они относятся в группу терпенов терпен и смотрите фишка в чем у вас навряд ли будут про терпены что-то спрашивать вроде в учебнике что-то пишут вроде там но их классификация офигеть какая там большая широкая да вам просто на данный момент надо знать что они существуют и все ясненько терпены это группа которая там штук 15 разновидностей этих терпенов есть так стыкните плюсики если по жирам все понятно так вот у вас есть три глицериды воски фосфолипиды стероиды терпены все вам что-то особо ничего знать не надо вот вам могут спросить типа витамин D альдостерон кортизол альдостерон альдостероген куда их отнести вы все знаете что это стероиды или к стероидам кто относится все короче вы уже все шарите все что вам надо знать вот держите теперь белки по белкам вам на белки состоят двадцать по белкам вам надо знать что общее общее среди всех общее убилку всех белков первое они биополимеры второе они состоят состоят из аминокислот но это вообще базовые вещи то есть белки они состоят из аминокислот аминокислота является мономером и синтезируются они живыми организмами именно поэтому они биополимеры то есть они не в химической промышленности где-то синтезируются синтезируются живыми организмами логично что аминокислоты содержат азот поэтому все белки тоже будут содержать азот, содержат азот. Смотрите, вы когда покушаете мясо, к примеру, то вы чувствуете сытость. То есть все белки могут служить, могут быть источником энергии. То есть вы можете расщепить белки с целью получения энергии. Пятое. Все они могут денатурировать. Денатурировать – это значит, мы сейчас поговорим об этом, терять свою структуру. Структура белка может быть первичная, вторичная, третичная, четвертичная. То есть был белок, допустим, миоглобинов, третичный, он денатурирует, становится двостричным. Денатурация – это потери структуры своей. Так. Вроде все. Что еще можете добавить? Давайте, может, я что-то перезабыл. Вы же уже приходили. Что еще объединяет все белки? Вы писали, что синтезируется в рибосомах. Синтез в рибосомах происходит. Ну, как бы тоже. Это все белки объединяют. То есть белки пока не придумали, чтобы они синтезировались где-то в других местах, другими органоидами, кроме как рибосом. Даже если будут синтезироваться искусственные белки, то, скорее всего, и должны создать какую-то рибосому, которая это будет делать. Ну, ладно. Будем туда лезть пока. Теперь есть первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка. Мы их вот так вот разделим. Первичная и вторичная структура белка – это фибриярные белки. Третичная и четвертичная – это глобулярные. Глобулярные белки. Теперь фибриллярные белки. Первичная структура – это просто цепочка. Вторичная структура – это цепочка сворачивается в спиральку. Или вот в такую лестницу. Если мы идем от меньшего к большему, по белкам в первую очередь мы запоминаем общее среди всех белков, и запоминаем фибриллярные белки, которые имеют вторичную структуру. Это фибрин. Функция у него защитная. Он образует тромбы. Кератин – структурная. Ногти и волосы. Значит, миозин – это белок, который… Вот миозин и актин – это сократительная функция. Это белок, который содержится в мышцах. И миофибрилла состоит из актины и миозина. Актины – это как бы колесики, которые ездят по рельсам. Миозины – это такие рельсы, по которым катается актив. Если достаточно понятно, вы можете себе представить рельсу длинную. И по этой рельсе катятся какие-то колесики, то все становится на места, что актин – он глобулярный, а миозин – он фибриллярный должен быть. Он должен быть длинный. Вот он длинный по этому. Так. Галоген и эластин. Они тоже имеют структурную функцию, выполняют. И эта структурная функция – соединительная ткань. То есть коллаген дермокожи, эластин – это связка с сосудом. Все понятно. Тыкните плюсик, если понятно. Значит, все остальные белки, которых нет в этом списке, они уже будут глобулярны. Понятно? То есть фибриноген – это не фибрин. Ну, то есть даже если вы ни черта больше не знаете. То есть вам должно, вы видите, розуму понять, что фибриноген – это не фибрин. Ясно? Что такое фибриноген? Это белок плазмы в крови, из которого будет образовываться фибрин. Да? Но это не сам фибрин. Потому что фибрин – он нерастворимый, это курочка струн. Понятно? Кератин ногти, волосы, миозин сократительная функция миофибрила, коллаген и эластин. Все, пять штучек. Так, никого не пропустил? Мне сейчас кажется, кого-то пропустил. Кто-то никого не пропустил. Идем дальше. Здесь третичная структура, много всяких белков. Пишу просто много. Допустим, миоглобин, трипсин, амилаза. То есть намекаю, что это ферменты. Это большинство гормонов. Гормоны гипофиза, гормоны поджелудочной железы, они являются белками. В третичной структуре они. Это, допустим, альбумины, это различные глобулины, другие факторы свертывания. Альбумины, глобулины, факторы свертывания, они синтезируются печенью, плавают в плазме крови. Один из факторов свертывания это тот же фибриноген. Фибриноген, протрамбин, трамбин, ну, вот это вот все. Их, короче, список их очень много. Их можно даже сначала не запоминать. Просто понимаете, что их много. Запомнить надо, в первую очередь, фибриллярные, потому что их мало. И среди глобулянок надо запомнить гемоглобин, что он имеет четвертичную структуру. Гемоглобин. Что такое гемоглобин? Это не одна глобула, а четыре глобулы, которые связаны между собой железом. то есть миоглобин это одна глобула, а гемоглобин это четыре глобулы. То есть миоглобин тоже содержит железо, но гемоглобин как бы покрупнее будет. теперь здесь еще бонусом гемоглобина. Не буду грустить мозги, пока хватит. Все. Идем решать тестик. Открываем какой тест. Так, смотрите. Вот вот что сделаю. Состав клеток десятый вариант. Открываем, идем решать. Десятый вариант. И потом обсудим тоже скринные ошибок можно не скидывать, просто разберем весь тестик. Поехали. и ставьте ткм.